Смесь чехла хуа и шпица, описание породы собак. Существует большое количество метисов. Большой интерес вызывают помчи, смесь чехла и шпица. Это веселая, активная собачка, с большой любовью и преданностью относящаяся к своему хозяину. В статье рассматриваются особенности данной помеси, условия содержания, ухода и питания. Описание породы собак помчи. Помесь чехла и шпица называют помчи. Подобное наименование появилось из-за того, что чехла хуа скрещивают исключительно с померанским шпицем. На протяжении достаточно долгого времени данная помесь считалась отдельной породой. Обратите внимание, по своей натуре смесь чехла и шпица является довольно спокойной и общительной собакой. Она хорошо подойдет для жизни в квартире и станет для человека прекрасным и понимающим другом. Помесь чехла и шпица. Помесь шпица и чехла хуа внешне больше напоминает последних, только с более длинной шерстью и миниатюрной мордочкой. Голова имеет мягкие черты, так же как и ушки. Они в метисо закругленные и аккуратные. Хвост закруглен. Основные окрасы. Какой-то определенный цвет за данной породой не закреплен. Фактически шерсть собак может быть самых разных цветов. Основными оттенками считаются белый, черный, серый, оранжевый или красный. Могут быть и промежуточные тона. Некоторые особи рождаются с двумя или тремя оттенками шерсти. Чаще всего она имеет один общий тон и отдельные пятнистые области в районе ушей, морды и лап. Разные цвета шерсти, размеры, телосложения. Поскольку предки породы, это миниатюрные собаки, то и помчи мало чем отличаются по габаритам. В среднем высота в холке составляет всего 18-25 см. Вес взрослой особи редко превышает 3-3,5 кг. По телосложению помчи, собака, которая коренастая, но при этом достаточно компактная. У нее хорошо развита широкая грудная клетка, сильная шея и мускулатура. Обратите внимание. Важным моментом является то, что хвостик не должен быть колечком. Он только чуть-чуть заворачивается к концу. Чаще всего лежит поверх спины в точности, как у Чихуахуа. Характер собак, шпиц, скрещенный с Чихуахуа, при правильном воспитании и дрессировке подарит человеку замечательного и верного друга. При этом животному с маленького возраста необходимо уделять достаточное количество внимания и заботы. В противном случае собака может вырасти агрессивной. Сами по себе помчи общительные и игривые зверьки, в особенности это мило сочетается с их небольшими размерами. Они любят проводить время со своим хозяином, заниматься подвижными играми и спать под боком. Особенностью характера является то, что метис не любит одиночество. Ему необходимо как можно чаще видеть любимого человека, иначе зверек может замкнуться в себе и отказаться общаться с кем-либо. Большие физические нагрузки им не требуются, однако собака с удовольствием пойдет на прогулку и будет резвиться, если человек решит с ней поиграть. Они обожают тактильные ощущения и ласки. Однако в данном вопросе нельзя перегибать палку. Собака может решить, что она в семье главная и вести себя соответствующе. Важно, доминантные повадки собаки могут доставить немало проблем хозяину, поэтому нужно с первых дней обозначить животному, кто в доме главный. Иначе домашний питомец может начать манипулировать собственным хозяином. Эти собаки безумно любят ласку, общее правило ухода за питомцем. Смесь чехла-хуа и шпицы в первую очередь нуждается в уходе за шерстью. Их шерсть достаточно длинная, поэтому ее придется регулярно расчесывать. Оптимально делать это минимум раз в неделю. В период леньки процедуру придется повторять ежедневно. Еще один момент, который требует повышенного внимания от хозяина, это глаза. У помеси они достаточно большие и постоянно слезятся. Необходимо ежедневно промывать их смоченным в теплой воде ватным диском. Кроме того, существуют специальные глазные капли для собачек данной породы. Щенков помчи необходимо с малого возраста приучать к данным процедурам. Если начать это делать в более позднем возрасте, могут возникнуть проблемы. Не стоит забывать про осмотр и чистку ушей. В них не должны скапливаться грязь и сера. При появлении налета ушки прочищаются с использованием перекиси водорода. Особое внимание к здоровью питомца следует уделять в зимний период. Несмотря на густой подшерсток, животное достаточно быстро замерзает. В данном случае может пригодиться теплая одежда и специальная обувь. В жаркий период года следует следить за тем, чтобы питомец не перегревался и не получил тепловой удар. Фактически хозяевам рекомендуется не делать прогулки слишком длительными. Такой подход поможет избежать неприятных для зверька последствий. Груминг. Помчи собака с длинной шерстью, в которой требуется регулярное вычесывание, особенно в период леньки. При этом нельзя расчесывать мех, пока он влажный, так как можно повредить подшерсток. Кроме того, запрещается купать питомца в период леньки, это может привести к образованию колтунов. Важно, для водных процедур хозяину потребуется приобрести специальный шампунь. При этом не стоит злоупотреблять ванными процедурами. Лучше всего купать собаку только по мере сильного загрязнения. В обычное время следует ограничиваться сухой чисткой. Если мех имеет черно-белый оттенок, то необходимо использовать специальные косметические средства. Так шерсть будет выглядеть ярко и блестяще. Для обладателей двойной шерсти груминг должны осуществлять опытные специалисты. Подшерсток должен оставаться нетронутым. Убирается только небольшая часть верхнего слоя. Чем кормить помчи? Смесь шпица с чихуахуа, декоративная порода, поэтому лучше покупать сбалансированные корма, так как они более полезные. Хозяин не должен забывать обеспечивать питомца постоянным доступом к чистой воде. Кормить разрешается как специальным сухим кормом, так и готовыми консервами. К выбору магазинной пищи следует подходить ответственно. Нельзя выбирать дешевые корма. Лучше отдавать предпочтение брендам премиум класса. Обратите внимание, пса можно кормить и натуралкой, но в рационе должно присутствовать свежее мясо, говядина, крольчатина. Нельзя перекармливать животное. Подобные породы собак склонны к ожирению, а это неизбежно приведет к проблемам со здоровьем. Несмотря на указанные особенности, уход за помчи не требует больших финансовых затрат. Кормление взрослой особи осуществляется не менее одного раза в сутки. После приема пищи с щенком рекомендуется немного поиграть. Важно, пища может быть полезной для зубов. Разного рода хрустящие лакомства помогут избежать появления налета и камня. Продолжительность жизни и здоровья. Хоть помчи и является маленькой собачкой, но живет она достаточно долго. В среднем продолжительность жизни может доходить до 12-18 лет. Указанный срок во многом зависит от ухода и правильного питания. Но не менее важным моментом являются переданные от родителей гены. НИТИ сможет унаследовать такую распространенную болезнь, как пищевая аллергия, или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Следует внимательно относиться к здоровью своего любимца, не забывать о необходимых инъекциях и профилактических осмотрах. Также маленькая собачка может легко получить травму во время прогулки или столкнуться с другой, более крупной особью. Не стоит оставлять питомца одного и позволять ему бегать без поводка. К сведению, самое слабое место данных зверей – это зубы. В случае опасности они не могут постоять за себя и оказываются беспомощными. Приобретение щенка. Перед тем как брать к себе щенка, необходимо посмотреть на его родителей или изучить их документы. Важным моментом является их здоровье и психическое состояние. Если все нормально, то и щенки будут в порядке. Можно некоторое время понаблюдать за малышами, как они общаются друг с другом и играют. Собаки не должны проявлять агрессию или, наоборот, отстраненность. Подобные признаки говорят о психологической травме. Не помешает и внешний осмотр. У щенка должны отсутствовать повреждения на лапах, хвосте, морде, ушах и глазах. Внешне малыш должен быть веселым и здоровым. Нужно устраивать активные игры с псом. Диапазон цен. Несмотря на то, что помчи это помесь, цена мало отличается от тех, что устанавливают для шпица или чихуаху. Для выставочных собак заводчики устанавливают цену в 70-80 тысячах. Руб. Для домашнего содержания можно приобрести собаку стоимостью 30-35 тысяч рублей. Звездочка. В редких случаях можно приобрести щенка по более приемлемой цене, всего 5-7 тысяч. Руб. Однако чаще всего таких зверей предлагают с рук люди, которые не разбираются в разведении. К такому следует относиться с осторожностью. Таким образом, помчи – это милый домашний зверь, который полностью зависит от своего хозяина. Следует окружать его лаской и заботой, тогда он станет преданным и верным другом. Звездочка цены указана на ноябрь 2019 год.